Дорогие друзья, ТОПСАД Владимир Самородский Сейчас я вам показываю материал, как укрывать саженцы, которые растут год-два в контейнерах на зиму Видите, я закрыл их геотканью Я, честно говоря, много прочитал материал и испугался, что там будет мало воздуха и надо подкладывать дополнительные какие-то подпорки Но, на мое счастье, видите, сами растения приподняли закрывной материал И, тем не менее, вот тот дополнительный, что можно применить, я решил использовать пустые вазоны, которых много И мы их используем тоже как поддержку и составление подушки воздуха перед этими Конечно же, я обработал и саженцы железным купоросом 3% и от мышей дегтярным мылом Используйте это, и вот сейчас посмотрим, что произойдет внутри Как виноград вырастить в школке, не поливая его, не заботясь о постоянном поливе, не заморачиваясь за этих трудных и тяжелых заботах Очень просто, оказывается, есть заливные поддоны, вот один из них мы ссорутили О технологии мы ложим отдельное видео И видите, как черенки винограда, смородины и много других растений находятся на полной воде, на полной прекрасных условиях Это вот второй-третий день, они уже выкопаны у меня из кельчеватора, земного кельчеватора Спасибо ребятам в Украине, которые подсказали, как то же самое делать с помощью солнца Не прикладывая больших усилий И это все приносит, вот видите, большие и малые результаты Надеюсь, что это вам поможет Итак, что происходит внутри Вот видите, я положил саженцы в опилки Они дармовые, выброшенные людьми при обработке лесозаготовок Мы их собрали, ну и вот саженцы И здесь видите, как я аккуратно покрыл опилками Деревья сами при себе помогают нам создать воздушную прослойку Но думаю, что мы ему поможем и поставим дополнительно сейчас подпорки И посмотрим, что это выйдет Еще раз повторяю, вроде бы тут достаточно пространства, воздух есть Ну и значит растения не сопреют Не появится плесень И не надеемся на то, что и виноград, и шелковица, и кизил Ну что у нас тут, и абрикосы, и черешня сохранятся Итак, наше следующее действие Здесь я уже установил вазоны Ничего не выбрасываем, все находит свое предназначение Все, что дается нам с вами от природы Все можно использовать по хозяйству Быть рачительным, предельно рациональным И естественно, что это улучшает нам с вами Нашу свою творческую жизнь в саду и огороде Положил палку, чтобы снег не продавливал совсем Был воздушный слой И сейчас под этим мы, над этими саженцами мы сейчас накроем наше покрывало Ну вот, покрывало натянуто, зафиксировано И остатки саженцев, которые у нас не зашли Их контейнер в земле является прекрасным грузом Вот видите, мы их используем вместо кирпичей Если у вас нет кирпичей А еще лучше можно использовать бутылки с водой На половину и на три четверть заполненные Вода должна быть подсолена, чтобы не замерзала Убирала тепло Ну а здесь у нас, видите, маленький просвет Это очень важно для продувания свежего воздуха Который может проходить внутрь нашего укрытия И тем самым способствовать препятствию появления плесени Посмотрим, что у нас получится весной И об этом будет следующий репортаж Благодарю вас за просмотр Пишите, пожалуйста, ваши пожелания, замечания Будем рады дружить с вами дальше Подписывайтесь на канал И активируйте колокольчик Сразу новости будут получаться у вас Один из первых Желаю удачи на даче Всего лучшего Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok